Дорогие соотечественники, вот и кончается, как говорят, императорский месяц, август, вот и кончаются летние каникулы, отпуска, мы находимся с вами в преддверии начала осени. И вот в последние дни августа они маркированы различными празднествами. Один из них – это день независимости. Независимость – это очень непростое слово, потому что, когда мы говорим о независимости, когда мы говорим о суверенитете, мы все время должны ясно отдавать себе отчет в том, что не декларации о независимости и не конституции страны и не международное даже признание только гарантируют народам эти самые независимость и суверенитет. Независимость и суверенитет – это не данность, это процесс, это борьба, это борьба каждодневная, которая требует от нас огромной самоотдачи, огромной веры и следования и уважения тем великим жертвам, то тому поту и крови, которые пролили наши предки всех национальностей за свободу, независимость и суверенитет нашей страны. Поэтому в преддверии Дня Независимости мы пригласили в нашу студию известного всем вам человека, который не раз украшал нашу передачу «Позиция» своим взвешенным, мудрым и очень по-человечески понятным подходом к событиям, которые происходят в нашей стране – социальным, политическим, идеологическим, экономическим. Это представитель молодого поколения, это человек, который воспитался и воспитан именно в этом процессе борьбы за нашу независимость и наш суверенитет – политический, экономический и социальный. Влад Батрынчак, гост нашей передачи. Здравствуйте, Виктор Иванович. Спасибо за добрые слова. Ну, вот обычно так преднятно, что в преддверии каких-то вот таких празднеств, особых дат обсуждать вот такие важные вопросы, вечные вопросы. Ко вадис? Куда каму оградеши? Куда движешься, человече? Кто мы такие? Что мы из себя представляем? Что нас ожидает? Почему мы живем так и эдак, а не так, как бы мы хотели? И что надо сделать для того, чтобы осуществлялись мечты наших предков, один из которых, Стефан Великий, как-то сказал, говорит, эта земля, говорит, не моя и не ваша. Это земля наших потомков. Спасибо, во-первых, Виктор Иванович, за добрые и лестные слова. Постараемся им соответствовать. Ну, что касается вашего вопроса, я вот вспомнил, как это было в школе на математике, когда преподаватель математики говорил, что в вопросе содержится уже добрая, хорошая, большая часть ответа, вот так фактически и в вашем вопросе, по сути, и прозвучал уже ответ. Прежде всего, вот такой повод, такая дата, как 27 лет независимости, это повод задуматься, кто мы, что мы, откуда мы идем, куда мы движемся. И, к сожалению, вот эти экзистенциальные вопросы, по сути, на них сегодня у нашего общества единого ответа нет. Если независимость в других странах, это постоянный процесс, это уважение, прежде всего, к собственной истории, к собственным предкам, к собственным корням, это признание собственной культуры, культуры своего народа исключительной, то есть то, что исключает, то, что делают особенными от других. То в нашем случае, к сожалению, в силу тех технологий, процессов, которые проходили, делалось все для того, чтобы размыть и понимание, и знание собственных корней, для того, чтобы фактически ликвидировать, размыть те ценности, которые цементируют, создают то самое общественное сознание, то, что объединяет группу людей, народ, страну. Да, вы очень правильно сказали, у Молдовы есть международное признание, субъект международного права, входим во все структуры, имеем свой голос, такой же, как и другие страны, может быть, даже покрупнее. Но, к сожалению, начиная от внутренней политики, где у наших, у части наших политиков, в том числе власти, так называемых элит, потому что элитами считают, они исключительно сами себя, у них не модно говорить о Молдове, о молдавской истории. И модно, напротив, говорить о том, что мы там являемся чьими-то сателлитами, входим в чужую культуру, но волею обстоятельств мы сегодня не в этой культуре технологично, политически. Что касается внешней политики, это вообще сплошное аборигенство, когда это недостойное представление собственной страны на международной арене, что вот мы есть такая страна Молдова, да, мы маленькие, но у нас есть позиции, у нас интересы, и мы будем их отставить, нравится вам это или нет. Но это наши интересы, это наше обязательство как дипломатов, как политиков перед нашим народом. Потому что мы независимая страна, да, напротив, очень модно, да, там, приспосабливаться под чьи-то интересы, да, кому-то прислужить, за кого-то поднять лапку, потому что это может тебе обеспечить определенные бонусы. Тебе, твоим так называемым элитам и интересам, да, в том числе у наших политик. Вот что такое независимость? Это уважение к собственной культуре. А то же образование, это неотъемлемая часть культуры. Тогда, когда ты не доверяешь собственному системе образования, за которую ты же, по сути, отвечаешь, а ты отправляешь своих детей учиться туда, соответственно, ты не доверяешь своих детей системе образования, того государства, которым ты хочешь руководить, потому что тебе это выгодно, но ты их отправляешь туда, отправляя их туда, отправляя туда свои активы, нажитое непосильным трудом, да, по сути, они... То есть ты, по сути, уже обеспечиваешь свое будущее не в этой стране, которая породила, вскормила тебя. Абсолютно верно, и поэтому на международных площадках... И если гастарбайтер это делает несчастно из-за того, что нет рабочих мест, нет возможности заработать кусок хлеба, то эти ребята, которые обогателись за счет судьбы этого гастарбайтера, они думают не о своей родине, они думают о другом будущем. Да, абсолютно верно, и поэтому на международной арене, ведь независимая страна, так как субъект международного права самостоятельный и самодостаточный, она может проводить свои интересы вот на этих международных площадках. Но они там, по сути, обслуживают, прислуживают. Почему? Потому что они для себя, любимых, для элит, там создают какие-то комфортные условия, в том числе и финансы, и дети, и так далее, и свое потенциальное какое-то убежище. И поэтому говорить о независимости страны с точки зрения внешнего ее проявления не приходится, потому что ну как можно уважать страну, которая сама себя не уважает? Ведь наши дипломаты... В лице своих представителей. Конечно. Ведь наши дипломаты за рубежом что говорят? Ну мы там, пакт Молотова-Риббентропа, то сио, на самом деле мы Румыния, вот мы говорим на румынском и так далее, и так далее. Подождите, вы от чего ими не говорите? И поэтому вот этот день независимости, это повод еще раз задуматься, какую власть мы имеем, и как мы руководим своим государством, как мы видим будущее своего государства. Я не зря вот, Виктор Иванович, привел пример с тем, как Молдова проводит свою внешнюю политику, потому что то же самое проецируется, соответственно, и на внешнюю. Это демонстрирует о том, какая будущность сегодня у нашего государства, которое никак себя не представляет, не защищает и не отстаивает. Потому что изначально исторический институт независимости стран, суверенитета появился в результате внешнего фактора. Надо было защищать свой народ, свою страну, свои территории, свою культуру, свои средства производства, экономику и так далее. В нашем случае мы это не то, что ничего не защищаем, это все добровольно отдали, начиная от внутренних вот этих копеечных приватизаций, потому что сегодня добивается все то, что еще когда-то было построено при той власти, при той эпохе, при Союзе. И гарантировало рабочие места и развитие. Гарантировало, Виктор Иванович, независимость. То, что без экономики, без средств производства, без собственного продукта. О какой независимости, да. Конечно, ты просто сырьевой придаток чей-то, ты просто чей-то экономический сателлит и так далее. Мы же видим сегодня, цифры импорта превышают цифры экспорта. Мы сегодня бедная страна, почему? Только богатые могут покупать больше, чем продают. А мы бедные, потому что... Принцип труда еще с 17 век, он говорит, богатей только та страна, которая больше продает, чем покупает. Это старая мудрость экономическая. У нас, к сожалению, сегодня так. Нас превратили в буферную санитарную зону. У нас нет своей экономики. Никому из западных партнеров не интересно и не нужно, чтобы Молдова стала самостоятельным экономическим игроком. Да кому нужны молдавские производители? И поэтому... Конкуренты на международный рынок. Под этими всеми высокими лозунгами происходит наше государствление экономическое, политическое, дипломатическое, какое угодно. И почему надо задуматься? Да просто потому, что мы должны понять эту ситуацию. Мы, во-первых, будем ее менять. Появится ли у нас гражданское достоинство? Найдем ли мы те идеи, которые позволят нам объединить? Причем истинное достоинство, а не декларируемое. Потому что у нас многие понимают, вот я слышу дриптати, шедевер. Но когда я вижу на этих лидеров, я как-то не вижу, чтобы слова дриптати, шедевер прилагалось к им самим. У них там демнитати. Что они под этим понимают? Но какая у них может быть демнитати, достоинства, когда они там звучат лозунги о том, что у нас фальшивое государство. Потому что у нас фальшивое общество, что у нас фальшивые ценности. Что вот единственное спасение, вот это вот... Идти голосовать за них. Вот единственное спасение. Их хозяев. А они когда смогут... Внимание, и их хозяев. Они же это говорят. И Майя Санду, и Настасья, и многие другие деятели. Им же румыны прямо задают вопросы. Их же обслуживает румынская пресса, неправительственный сектор и так далее. Среди фонды, и их задают вопросы. Вы за вот эту унирию, за объединение с Румынией или нет? Они говорят, ну понимаете, сегодня не получается. Но вот если будет референдум, то мы, конечно, поддержим. И, соответственно, это те политики, которые не могут претендовать, не могут помочь обществу, людям обрести, почувствовать. Вот в чем роль, обязанность политиков все-таки? Независимая. Нет идеальных политиков. Левые, правые. Но роль политиков, которые более-менее адекватны, они должны помогать обществу, помочь обществу ощутить вот эту гордость, вот это достоинство, что мы страна, мы народ, мы вот такие маленькие, но у нас история, у нас своя культура, у нас свои традиции. Нам есть чем гордиться, у нас победы там есть. Свои представления о будущем. А где мы об этом слышим? Что от нынешней власти, что от этой правой оппозиции, которая вчера была властью, сегодня... Якобы оппозиция. Якобы оппозиция, которая, в принципе, те же яйца, только в профиль. Мы не видели ничего... Хозяева другие, хозяйчики другие. Я даже не думаю, что хозяева другие. Потому что хозяева, которые рулят... По большому счету? По большими режимами в таких странах, как наши, это люди, как правило, не вне идеологии. У них нет четких очертаний. То есть ты имеешь в виду... Я понял, ты имеешь в виду не олигархический наш класс молдавский, а вообще покруче ребята. Конечно, конечно. У нас давно-давно внешнее управление. Мы же помним... А это другое дело. Мы же помним даже генерал Воронин, который имел парламентское большинство и так далее. тогда, когда включились в работу все те механизмы, инструменты, посольства и так далее. Мы же прекрасно понимаем, какое оказывается давление, и как политик вынужден менять за одну ночь. А судьба меморандума Козака? Да, в том числе и это. В 2009 году, пожалуйста, были досрочные выборы. Получили, что получили. Но был президент. Может было и нужно было сохранить функцию, бороться и попытаться перегруппировать силы, спровоцировать. Тогда можно было спровоцировать досрочные выборы, объявить их, декортировать, соответственно. Но мы понимаем, что тогда, когда включается вот эта махина внешнего давления, а инструменты там очень сценичные, да, очень трудно найти силу противостоять. Это, во-первых... Если ломают таких, как Макрон и Меркель, о чем говорить о наших? Ну, все-таки мы должны стремиться к тому, чтобы существовали такие силы у нас в стране, адекватные. Резистентные. Адекватные, резистентные. Конечно, в любом случае мы живем во внешнем мире, нам надо... Никуда не денешься. Как мы говорили с вами перед передачей, нужно уметь находить тот самый баланс, который позволит нам сохраниться и каким-то образом развиваться. Но адекватность должна быть. Но при этом тогда, когда речь идет о принципиальных вопросах, мы должны сказать, ребят, вы нас уважаете и мы вас уважаем. Давайте не переходить тех грани, где кончается уважение. Да, и поэтому, возвращаясь к вопросу нашей независимости, пока люди не почувствуют, не начнут ей гордиться, не начнут себя олицетворять. У нас, к сожалению, у людей, знаете, что появилось? Вот я заметил, это уже очень распространено. Они называют государство, страну они. То есть, это не я, в этой стране, не в нашей стране. А он откуда взялся, голубь? Абсолютно верно. И поэтому вот на независимость начинается с ощущения собственной причастности. А тут, наоборот, как бы отчуждение, такое удаление. Вот это очень тонкое замечание. Очень тонкое и очень важное. К сожалению, нам не получается нащупать ту самую опору, на которой мы сумеем построить нашу общественную мораль, сознание, и на которой появится желание творить, создавать, двигать, развивать. Желание остаться у себя дома. Ведь вопрос не лежит только в ключе, что там можно заработать больше. Да, конечно, материальные вопросы они тоже преобладают. И нельзя людей винить в том, что они предпочли вместо 300-400... А вот то, что перспективы нет для детей, для себя. Вот вопрос, мы опять к теме будущего. Вот прошлое и вот будущее. Как мы относимся к своему прошлому? Какие учебники истории мы читаем? Какие версии того, кто мы? Такие от этого зависят наша нацеленность. Какое будущее мы видим? Верно? Вот парадоксально. Будущее? Ну это следствие уже общества потребления, которое слишком сильно и в нас. Кто нас воспитывает? Какие учебники бесплатно нам распространяются? Учителя каких взглядов и по истории там и другое? То есть, как мы воспитываем наших детей? Что стоит удивляться после этого, если им говорят так? Молдова – это фантом сталинская, химера. Значит, никаких молдаван на свете никогда не было и нету. Язык молдавский – это какая-то чушь непонятная. И вообще-то, да кто вы такие ребята? Да вы вообще никто, имя вам никак. И вот представьте молодому человеку. И да и потому вы такие вот и нищие, потому вы там от пакта Молотова-Риббентропа идете. Ваша сталинская химера спрашивается, чего ждать от молодого человека, которому денно и ночно в мозги вколачиваются вот это. Он начинает забывать или даже не знает, кто его истинные предки. Сколько пота и крови они пролили за эту землю. Они ее осветили. Они в нее дух этот вложили, душу. И вот появляется такой человек, ну, Манкурт, не Манкурт, вот как его назвать, у которого нет рода, нет племени. И, кстати, что-то не очень эти ребята потом уезжают в Румынию. Как правило, все гонят куда? Подальше. Да из Румынии люди уезжают. Из Румынии самой бегут. Так вот что, вот ты представитель молодого поколения, тебе близко, понятно. Ты каждый день встречаешься с сотнями молодых людей. Вот какое у тебя складывается впечатление, что надо поменять в нашей системе образования, воспитания, чтобы наши дети не становились Ионами, или Иванами, или там Янкелями, не помнишь мироства. Здесь, Виктор Иванович, я вижу все-таки роль государства. И я вот так, может, где-то в полушутку скажу, я за министерство пропаганды. Я считаю, что у государства должна быть своя пропаганда. И роль этой пропаганды заключается в том, чтобы граждан страны растить и воспитывать в ключе государственническом. Чтобы, начиная с первых классов, да, с начальной школы, детям прививалось уважение. Флаг, герб, гимн, это простые символы. Атрибуты, конечно, но нужно глубже, конечно, копать. Нет, ну, Фрейд говорил, воспитание начинается вот с таких. Герб, флаг, вот посмотрим. Давай посмотрим, Соединенные Штаты Америки. Утром многие там фермеры, на фермах поднимается флаг страны, там люди... На чем Трамп вышел? Америка great again! Америка снова должна быть великой. То есть вот чувство патриотизма, у нас даже говорить слово патриот и патриотизм, в последнее время стало каким-то, ну, чем-то, чем-то таким... Что ты несешь? Какой-то там патриотизм какой-то. Америка каждое утро встает с этим гимном. И Россия воспитала, наконец, своих граждан, вернула вот это чувство, как ты говоришь, собственного достоинства, уважения к поту и крови своих предков. Причем это многонациональное государство, как и мы, кстати. И заметь, люди всех национальностей пролили пот и кровь, особенно кровь на фронтах Великой Отечественной. Это нас всех делает соотечественниками, какой бы национальности мы... Мы пролили, наши предки пролили кровь за эту землю. Значит, все потомки освящены вот этим подвигом. А у нас, послушаешь, Михаил Федорович, ну, это мы проиграли эту войну. Это ты, Михаил Федорович, проиграл, и твои прихвостные эту войну. А мои, допустим, деды, один молдаванин, другой русский, не зря эту кровь пролили. Они спасли всю Европу, кстати, западную, и Брюссель в первую очередь, который, известно, в каких темпах был взят вермахтом. И вот вся эта свобода Европы, и все вот эти фокусы, и вся эта болтовня, оплаченная кровью наших предков, наших дедов. Поэтому вот я думаю, что вот то, что ты сказал о министерстве, конечно, министерство пропаганды, помним, в Германии. Но я так... Это мы образно говорим. Это такой яркий образ. Министерство, скажем, или структура, или, скажем, институт какой-то даже, который бы отвечал, вот как в тех самых Соединенных Штатах Америки, и, кстати, как и в России, они созданы, они не называются так напрямую. Но попробуй ты в Соединенных Штатах или в России что-нибудь вякни против государственности страны. Система образования сегодня. Система образования США, Германии, Японии, Франции той же, кстати, России. Это сегодня, по сути... А Китай? Ну, Китай, безусловно, конечно. Это и есть министерство пропаганды. Что я под этим подразумеваю? Потому что воспитание собственных граждан в духе уважения, любви к своей истории, уважения к своему народу, к своей культуре, и воспитание в русле того, что у тебя твоя персональная ответственность перед страной и народом. И ты, в случае необходимости, должен быть готов защитить и свои ценности, и свой дом, и свою семью, и свой народ. И этим занимаются сегодня все, и те, и многие другие страны, которые мы не перечислили, их можно перечислять. То есть, там, хоть Израиль возьмем, Турцию возьмем, другие страны... И все они абсолютно проводят образовательную политику в русле того, что они исключительные, они такие, они замечательные и так далее. Я бы хотел, помимо роли государства, что здесь вот роль государства, она безусловна, потому что разломали все то, что было при Союзе, да. Хотя то, что было при Союзе, это были ценности, которые объединяли людей, которые делали людей добрее, там, дружба народу. И объединив всех этих людей, стерев вот эти вот рамки и грани, они позволили нацелить общее усилие на созидание и вывели страну просто на космический уровень. Мы сегодня до сих пор на уровне третьего ВВП, в лучшем случае, находимся от того, что было. Но эта роль государства, она важна. Но, конечно, важна и роль самих граждан. Ведь мы не получим это государство без граждан. Если будем в третий раз голосовать за Михаила Федора, помни, не в третьей, а в четвертой, ты помнишь, вот тот знаменитый, он меня всегда поразил этот случай, когда все кричали там у парламента, когда бушевала толпа, «Иуда на Михаила Федора!» Он какой-то перепуганный был в шоке. А я так смотрю на этих граждан, что кричали «Иуда», потом разговаривал с некоторыми из них, «Мои ребята, вам не стыдно». А что, Виктор Иванович, зачем вы его обозвали «Иуда»? «Как? Вот он такой!» Я говорю, это обычный шмекер, политикан, который вас заманил всякими дурацкими вранями и обещаниями. И вы, говорю, три раза предали сами себя и своих детей. Так кто же «Иуда»? Он или вы? Он шмекер. А предатели «Иуды»? Выходит, вы сами. «Эй, Виктор Маш, шинешь ты вот, кто знает!» Я вообще... Парадокс! Всегда... Это я к тому, что ты прав. Это и на нас лежит эта ответственность. Я всегда немножко потруниваю, немножко троллю, вот как сейчас модно говорить, правоэлекторат. И говорю, «Ребят, вы сейчас там кричите, что вы оппозиция, что вы там против этой власти. Кто их властью сделал? Не вы. Вы люди, я же вас знаю многих. Вы те, которые три раза делали мэром Дарина Киртуака. Вы три раза дали возможность ему издеваться над нами. И потом вы же ходили и плевались, почему в городе то, что происходит, то, что происходит, и требовали от нас действий. Подождите. И вы же... Вы его избрали, а от нас требовали действий. Не давай... Вот сейчас президента за что чмо нет? Я слышу эти разговоры. «Мэй, а что там президент ничего не может?» «Так иди проголосуй, дай ему полномочия, и тогда спрашивай, а он делает, кстати, очень многое. Рэнки с бета в России, отношения к нашим гастарбатерам и так далее. Ведь где-то он по рукам и ногам связанным и ухитряется. Его вон Путин приглашает, Макрон президент Франции приглашает. Да как можно такое говорить? Идите и голосуйте, если вы хотите спроса. Они же потирали ручки, когда Плохотнюк урезал полномочия президенту, забирал у него СИП, забирал у него службы. Почему, когда так называемая оппозиционерка Майя Санду на месяц затянула процесс, они успели бросить? Через своих агентов в конституционном суде, потому что те, кто контролирует Майя Санду, Настасья и прочих, они же контролируют определенных деятелей в конституционном суде. Знаете, это же универсальные кукловоды. Они затянули привод к присяге президента вновь избранного, под шумок дали возможность Плохотнюку демократам заживаться. А оппозиционная Майя Санду якобы что-то там требовала. Она им дала срок, чтобы они обкрутили все эти вещи. И люди, которые голосовали, я много таких знаю, как и вы наверняка, и наши телезрители, которые голосовали за Филата, голосовали за Киртуак и за Гимпу. А сейчас они входят о какой бардач Жозда Дон. Подождите, вы включаете немножко логику. Вы не думаете, что у людей нет возможности анализировать причинно-следственные связи, что люди вот такие туповато отсталые, что вы 9 лет рулили этой страной, сейчас вы резко переобулись в воздухе, виноват Додон, а нам дайте 9 лет, чтобы мы навели порядок. То есть мы наворовали 9, дайте нам еще 9. Ваши украли миллиарды благодаря вам, ведь вы их приводили во власть всех, они распределили между собой функции, юстицию, прокуратуру, СИБы, нацбанки, и они замутили то, что они замутили. А сейчас вы говорите, что виноваты социалисты Додон, что они ничего с этим не делают. Ты подождите, вы нам в 14-м году сколько дали мандатов? 25? А кому вы отдали остальные? А мы вас предупреждали. Но понимаете, у людей, к сожалению, тоже есть собственные лукавства. Ох, память короткая. И вот это лукавство, оно абсолютно экстраполируется и оно абсолютно заимствуется и переносится в парламент в их представителей. Те же тоже лукавят. Они просто лукавят. Они не в состоянии признать, да елки-палки, да жизнь короткая. Ты сегодня есть, тебя завтра нет. Тем более, твой мандат. Да выйдет один раз, скажи, да ошиблись. Хоть раз, вот меня что интересует, когда хоть раз один политик, не важно, там демократ, либерал-демократ, либерал, там кто из них был, Воронин голосовал за Канду, но выйдете один раз, скажите, ошибся. Ну народ скажет, слушай, да, вот ошибся, блин, ну молодец, мужик признал. Нет, вот такие вот выкрутасы. Всегда правы, всегда... И поэтому и в отношениях между людьми вниз вот это вот все экстраполируется, и люди это все... Между людьми появляется ложь. Да, кривда. И мало что между людьми, в душе у человека появляется самообман, ложь. И тогда сознание человека раздваивается, его сердце и душа раздваиваются. Он живет... Вот есть такое слово скизофрения. Шизофрения. Это в данном случае духовное. Это не... Мы не говорим о заболевании именно в медицинском понимании. Что это происходит с душой тогда человека? Он с одной стороны кричит Джоз, Додон, Джоз там и так далее, а с другой стороны этот же человек, да, этот же мозг забывает, что... Подожди, парень, а кого ты в 2009 году привел к власти? И которые уже 9 лет тебя грабят день от дня, разворовывают, расхищают, разваливают городскую инфраструктуру, сельское хозяйство, промышленность и так далее, вот, как быть с этим, родной? Как быть с собственной совестью? Вот еще какая проблема? У этих людей есть такое замечательное для них качество, это умение усыплять, забывать о своей совесть, умение кормить... Уговаривать, кормить собственную совесть, совесть какими-то отравленными продуктами и так далее. Но в конечном итоге люди должны что-то переосмыслить, переоценить и понять, что вот, начиная от собственной независимости от нашего общественного самосознания, но надо выбирать политиков не по принципу нравится-не нравится. Вот как говорит мой товарищ Иоанн Чабан, у него есть фраза, политик он не банкнота, да, чтобы она, чтобы всем нравиться. Поэтому в любом случае голосовать надо не исходя из того, что нравится-не нравится. А что делает человек? А исходя из того, да, есть ли какие-то цены. Он за независимость, он за это, он может договориться и вернуть нам рынки сбыта, дать рабочим привлечь инвестиции. Причем он это делает в сложнейших тяжелениях, еще раз говорю, связан по рукам и ногам, и тем не менее. Хотя некоторые представители бизнеса, вот там, либо люди, которые немножко более, так скажем, так скажем, реально понимают, двигаются, реально понимают, мне уже начинают, говорят, да, слушай, там, по ряду вопросов не понимаем, не нравится, но тем не менее, вот тут мы понимаем, что если придет, то будет это, это, люди, в конце концов, что хотят? Люди не хотят государство видеть репрессивной махиной, либо махиной, которая просто распределяет финансовые потоки. Люди хотят видеть... И где нельзя заняться никаким бизнесом. Вот приезжают наши гастарбайтеры, заработали деньги, видят, что тут творится, говорят, да забирай, я не буду никакой бизнес, ничего мне не надо. Люди хотят видеть государство эффективным механизмом, часами швейцарскими. Государство должно защищать вот эту частную инициативу. Защищать и стимулировать. А не гнобить ее. И стимулировать. Ведь куча примеров, но видите, перестали наши люди читать книжки, понимаете, обленились с интернадцатом. Ну посмотрите, ну не надо ничего придумать. Посмотрите, вам нравится США, посмотрите США. Нравится Япония, Сингапур, посмотрите там. Посмотрите, по всему миру. В момент экономического регресса, стагнации государство не повышает налоги. Резко опускаются налоги на реинвестируемую прибыль, на другие налоги подоходные, налоги предприятия на прибыль. Не давят, а поднимают, стимулируют. И стимулируют выйти из тени, стимулируют человека, бизнес, найти там лишний миллион, инвестировать его. Потому что здесь комфортные налоговые условия можно запуститься. И потом за счет объема государство собирает. тоже старина Трамп. Да? Посмотри, что делает Трамп? Он начинает, видит, что стагнация и экономика США. Что он делает? Вот почему резко его рейтинг в стране возрос? Он начал с налоговых. Изменения налогов. Уменьшил вот этот прессинг. Создал условия. Экономика США опять начала потихоньку, потихоньку подниматься в гору. Вот даже тем, кто любит нам тыкать, колоть глаза вот этими примерами из западного мира, вот пусть посмотрят на того же Дональда Трампа. Пусть посмотрят на политику Китая. Но это он унаследовал у Рейгана, потому что первый принцип, принцип проэкономики, он был введен Рейганом в период тоже экономической депрессии, когда резко опустили налоги на прибыль и налоговое время на бизнес. И потом через какое-то время за счет того, что экономика вздохнула, за счет оборота государство начинает собирать бюджет. Больше бюджетов. Вопрос в чем? Тут надо, во-первых, читать книги, во-вторых, надо мыслить хотя бы категории двух-трех-пяти лет. А не вот эти, которых по Ниппана избирали, те, кто сегодня великая оппозиция. И ребята, которые думают категории «Шифак и УАЗ, «Шифак сетеменавиатария», «Шифак писядолгонь». «К пердмандату шигата». Понимаете, то есть у них ментальность однодневная, двухдневная. Как говорят, «шорт тайм и лонг тайм». Шорт тайм — это вот сейчас после нас хоть потоп. Вот сейчас решили вопросы и разбежались. И поэтому они не думают категориями государственников. Вот опять же в русле независимости, суверенитета. Что мы должны в своем государстве запустить программу на 5, 10, 15, 20 лет вперед? Нет, они думают сегодня. После того, что они сделали в банковской системе, обворовали. После этого понятно, что давление со всех сторон, со всего мира. Банки перетрусили банковскую систему и сегодня загнали банковскую систему под плинтус. И они называют, что стабильность привнесли и навели порядок. Подожди, вы не навели порядок. Банки просто зажали в угол. Банки перестали кредитовать бизнес. То есть сегодня кредитуют только... Перекрыли кровеносную финансовую систему бизнеса и государства. И это называется стабильность. Это не стабильность, это полудохлое, полуживое состояние экономики. Это стабилизация. Банки финансируют сегодня только на шорт-тайм. Хорошее слово. Стабилизация. Да. И поэтому говорить о том, что мы сможем реанимировать экономику без независимости, суверенитета и хоть какой-то ментальности невозможно. То есть мы опять возвращаемся упорно, как ни странно, к одной и той же теме. Что без понимания четкого своих интересов, своего достоинства, своих целей, не только на короткое, но и на дальнее будущего, никакой независимости суверенитета нельзя. Но и без борьбы за независимость и суверенитет никакого вот такого понимания и главной мотивации не будет. Безусловно. Фокусов в истории не бывает. Безусловно. И в этом уже роль граждан всех. То, что независимость, суверенитет и национальная идея, она требует каждодневной борьбы. А борьба, она еще предусматривает такую вещь, которую в эпоху потребления сегодня люди забыли. это и самопожертвование. Ведь многие великие люди шли на то, на что шли, говоря, произнося вслух, что мы на это идем ради будущего своих детей. Даже вот часто люди в себе, что такое мать, отец, они идут на самопожертвование, отказывая себе, они думают о своих детях. Мне кажется, вот это вид самопожертвования ты имел в виду. Абсолютно верно. А пока люди будут рассуждать, ну я поеду, здесь ловить нечего в этой стране, вот я там переждусь, тут будет нормально, я вернусь. И я вот с людьми некоторыми из диаспоры общаюсь нашей, причем и с запада, и с востока, и как работает у них алгоритм вот этот мыслительный, умозрительный, что вот мы не против, мы все равно тянем домой, там мы следим, мы сможем, она не обманешь. Что вы там делаете. Но вот если будет нормально, то может быть мы вернемся, а ты как бы говоришь, ну слушай, дорогой, приложи усилия, иди хоть там проголосуй. А как пока все вот такие правильные, активные люди с данными, с образованием, пока вы все будете там, кто сделает здесь, понимаете, ведь даже сформировать, сформировать нормальную человеческую ресурсную базу. Вот мы сейчас даже рассуждаем, вот президент часто поднимает вопрос, последнее время очень болезненный, да, вот наша демография, и перспективы статист социология показывает очень печальные. И вот даже нам как-то президент выступал, вот он отметил вот эту вещь, что даже при условии придет другая власть, ну есть, идея есть, договоренности, и вот пройдет крупный форум, экономический осенью в Кишиневе, и приезжают инвесторы создать инвестиционную карту, чтобы понять, какие есть направления, которые можно инвестировать, что здесь можно делать. Даже при условии, что вот состыкуется вот это а, политическая воля власть, б, есть инвестиции, все есть, но возникает проблема человеческого материала. А кто будет делать? А кто будет делать? А ведь это надо опять же возвращаться к министерству пропаганды, к нашему образованию, которому надо дать государственный заказ, и надо готовить этих специалистов. Ведь у нас сегодня Тестемициану, этот медицинский университет, ведь уже прогнозы, что мы остаемся без медиков. те медики, которые еще более-менее уровня и позволяют возраст, многие сейчас уезжают, готовятся уезжать. У нас большая беда с учетом вот этой политики, которая проводится против собственных граждан, с этой борьбой с русским языком, на котором говорит миллион граждан, с нежеланием понимать, что вы обязаны обеспечить людям их гарантии. Нравится вам, не нравится, это вообще никого не интересует, что вы там думаете. Вы обязаны. И в том числе это бьет по медицине, потому что сегодня Тестемициану уже практически не готовят медиков на будущее. В первую очередь пострадают русскоговорящие, то есть не будет медиков, которые будут готовы говорить с представителями нетитульной нации. И та же самая беда с педагогами. То есть сегодня у нас фактически молодых специалистов, только в этом году, первого сентября дефицит специалистов на вакантные места был более двух тысяч. Для Молдовой это огромное количество. То есть воспроизводство людей, которые владеют медицинскими знаниями и опыт, педагогическими и рядом других, которые для любого государства являются самыми основными. Самыми это воспроизводство людей, воспроизводство культуры, воспроизводство образования. То есть ты хочешь сказать, что статистические данные, статистические таблицы четко нам показывают упорную декорацию в этих областях. и никого это из так называемых элит не волнует. Совершенно верно. У нас в конце сессии в июле я являюсь вице-представителем комиссии парламентской по образованию, культуре, другим направлениям. Мы по образованию слушали ситуацию. Я задал вопрос. Окей, понятно, что не хватает двух тысяч специалистов. И на будущий год наверняка и в будущий год цифра будет это только расти. Что делается? Расскажите, пожалуйста. Они рассказали об определенных программах для молодых специалистов. Я говорю, окей, ребят, мы можем сколько угодно из пустого в порожнее. Ведь вы приходите в парламент, вы приходите с этой информацией правительства, требуйте и поднимайте вопрос заработной платы. Ведь можно сколько угодно умничать. Здесь не вопрос методологии. Здесь банально вопрос того, что государство должно понять, что в эту тему, вот в это направление, в образование надо просто вливать больше денег. Для того, чтобы молодой специалист понимал. Образование всех видов и техническое, и медицинское, и по культуре, все, что любое, потому что смотри, какое слово интересное, образование, да, оно предполагает не только образование личности, это не у нас привыкли образование, знать таблицу умножения, там, какие-то факты, когда, чего, где было. Нет. Образование это формирование личности, а воспитание наполнение ее соответствующим духовным содержанием. Вот оно, что такое. учитывая, что передача наша, как все интересные передачи быстро переходят к концу, что бы ты хотел сказать нашим дорогим соотечественникам, нашим дорогим телезрителям? Я хочу сказать, что у нас хорошие люди, у нас, вот я всегда отмечаю, привожу пример, особенно иностранцам, что несмотря на то, что молдавский народ, он один из малых народов, но у нас великолепная селекция, наши люди невероятно талантливы во всех абсолютно отраслях, от инженерии и архитектуры до спорта, до науки, у нас светлейшие мозги у людей, и наши люди добиваются больших успехов, не зря то, что малый народ, но если брать пропорционально, то это один из самых гениальных и одаренных народов в мире. И я верю в потенциал наших людей, я очень хотел пожелать всем людям, учитывая вот то, что у нас тема предстоящий день независимости, вот в этот день ощутить все-таки, осмыслить и ощутить гордость от того, что вот у нас тот дом, который у нас есть, ощутить свою принадлежность к этому дому, ощутить свою ответственность к этому дому, и ответственность за судьбу будущего нашей страны Молдовы, у нас замечательная, красивая, хорошая страна, у нас необычайный потенциал, и я абсолютно убежденный, вот хотел бы вот эту убежденность в меру возможности передать людям в том, что мы, у нас должна появиться амбиция, здоровая амбиция, мы можем построить, причем в реальные сроки, очень крутое, грамотное, цивилизованное и престижное государство, и для этого на самом деле нужно не так много, надо просто всем ощутить свою ответственность, и сделать правильный выбор, от выбора зависит все, и сделать выбор в пользу дома, и сделать выбор, выбор в пользу дома, как бы ни было, можно сколько угодно, ведь проще всего найти аргументы, почему проще уехать, но окей, видишь, ты будешь чужим везде, и ты никогда не будешь, это не твои предки строили этот, дом, и ты никогда не будешь в мире с самим собой, ну потребление, ну будешь потреблять год, два, три, а дальше что, и поэтому я вот хотел бы пожелать людям, во-первых, терпения, оптимизма, и, конечно же, хотел пожелать бы всем вот смелых идей, вот смелого попутного ветра, да, и мы не должны бояться ставить себе смелые задачи, мы должны более того найти в себе вот какие-то резервы для того, чтобы ресурсы, для того, чтобы вот обрисовать себе эти смелые задачи, мы не должны бояться ставить как перед собой какие-то вот такие задачи, которые кажутся, ну мало реальными, ведь... А именно такие задачи надо ставить? А такие задачи надо ставить, и вот здесь надо вот послушать Виктора Ивановича Борщевича, когда он рассказывает о Китае, потому что китайцы... Китайцы... Да, это безусловно, в очень суровых условиях... Нищая, голодная страна за какие-то 30 с чем-то лет вон человека в космос запустила, и фактически первая индустриальная экономика мира. Первая экономика мира. Но при этом они не побоялись и поставить очень амбициозно. Есть и малые народы, и не только Сингапур, есть великолепная история успеха. Тогда, когда люди действительно взялись, затянули пояса в хорошем смысле... Поверили в себя и в свою будущее. Да, и сегодня они гордятся, и потому что их страны передовые. Большое спасибо. Спасибо вам. И спасибо за вот эти добрые слова к нашим соотечественникам. Итак, гостем нашей программы был Влад Батрынчак. Мы обсуждали с ним, с человеком, у которого большой опыт общения с массами людей самых различных возрастов, самых различных социальных положений и кругов. И я думаю, что вот те слова, те мысли, те идеи, которые здесь прозвучали в рамках этой передачи, лишний раз говорят нам о том, вывод неожиданный, в Библии сказано, самый большой грех человека есть грех отчаяния. Ни в коем случае нельзя поддаваться отчаянию. Надо свято верить в самое лучшее и самое хорошее, что содержится в нас, в наших соотечественников и в наших предках и наших потомков. Желаю вам хорошего вечера, желаем вам хорошего окончания августа, вечно любящий вас Виктор Иванович Барщевич. Виктор Иванович Виктор Иванович Виктор Иванович Виктор Иванович